В глубине души каждая девушка мечтает о платье от известного дизайнера, который сделает ее неотразимой. Желание иметь вещи от престижных брендов вполне естественно, это стильно, притягивает взгляды и почти всегда красиво. Но бывает и такое, что роскошное платье с показа в жизни превращается в бесформенную и какую-то ненужную тряпку, как карета Золушки в полночь. В чем причина такой метаморфозы? Всем огромный привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И сегодня мы попробуем с вами разобраться в том, для кого придумывают такие фэшинабельные платья, кто их носит, покупает и как подобные наряды с подиумов выглядят вне показа. Значительную часть модной одежды от кутер дизайнеры разрабатывают в качестве самовыражения, чтобы передать настроение, видение ДНК бренда. Очень часто такие наряды выглядят чересчур эпатажно, ну или просто очень странно, но порой и среди них можно встретить вполне носибельные экземпляры. Подобные модели одежды дизайнеры чаще создают в единственном экземпляре. Они призваны подчеркнуть статус своего обладателя, его социальное положение, а для некоторых служат предметом коллекционирования. Фактически наряды от кутюр носят всего несколько тысяч человек по всему миру, хотя обороты в этой модной части индустрии исчисляются сотнями миллионов долларов. В первую очередь в таких нарядах ходят модели, а на публике в них появляются звезды кино, телевидение, спортсмены, ну и другие популярные личности. И часто они не утруждаются подбором аксессуаров и просто полностью копируют образ показа, не учитывая особенностей своей внешности. Если обратиться к статистике, предоставляемой модными домами, то среди не появляющихся на публике персон покупателями чаще всего становятся представители стран Ближнего Востока, Саудовской Аравии, Индии, немало среди них и россиянок. Многие далекие от мира модные люди поражаются внешнему виду и фигурам модели, демонстрирующих наряды во время модных дефиле, хотя они не учитывают тот факт, что главное на подиуме это не человек, а одежда. Для дизайнеров и кутюрье модель служит всего лишь инструментом, который должен подчеркивать необходимые детали образа в целом и одежды в частности. Именно поэтому, увидев похожее платье на ком-то в обычной жизни, люди испытывают не меньшее удивление или шок. Зачастую такую одежду покупают просто ради известного бренда, не думая, как она будет выглядеть в той или иной обстановке. Впрочем, не так уж и редки случаи, когда в жизни она смотрится куда лучше, чем на модели. Наряды, которые демонстрируются нам во время модных показов, это в первую очередь реклама для бренда и дизайнера. Часто такие модели специально создаются в виде, который на публике может вызвать недоумение и желание покрутить пальцем у виска. Подобные вещи пользуются спросом и имеют своих поклонников, людей, которые склонны к апотажу, эксцентричных. Для них подобный способ выделиться из толпы – это часть образа и стиля жизни. Некоторые придерживают сомнения, что модельеры специально создают одежду на фигуру с определенными параметрами, навязывая свое видение красоты. В этом есть доля правды, ведь комплектация моделей стала уже давно таким своеобразным устоявшимся стандартом. Тем не менее, это не означает, что любая модная вещь с подиума предназначена исключительно для худых и высоких людей. Просто на подиуме подбирается максимально выигрышный для бренда и, по мнению бренда, вариант демонстрации их одежды на фигуре, которую они в данном случае посчитали уместной. А подходить к выбору своего образа нужно с вниманием к личным особенностям фигуры, не становясь заложницей модного бренда. В том, чтобы завести в своем гардеробе наряд от модного дизайнера, нет ничего сложного. В конце концов, демонстрация новой коллекции – в первую очередь реклама, призванная повышать объемы продаж этой самой одежды. Но до магазинов эти наряды доходят слегка видоизмененные. Это то, что называется модой прит-а-порте. Неделя показов заканчивается дополнительными закрытыми просмотрами, где представители магазинов подбирают отдельные модели одежды для расширения своего ассортимента. После подписания контрактов начинается производство, а затем и непосредственная продажа. Конечно, это не точные копии платьев, показанные моделями. Они шьются индивидуально, с применением ручного труда, тогда как на фабрике значительную часть работы выполняют машины. Кроме того, многие модели видоизменяются, чтобы их можно было носить каждый день. В первую очередь это касается применяемых материалов, цветовой гаммы, прозрачных вставок и других деталей, так притягивающих взгляд во время дефиле. Именно поэтому каждая может стать обладательницей одежды от одного из домов высокой моды. А теперь давайте посмотрим, как наряды с подиумов выглядят на обычных людях, не моделях. Не удивляйтесь, это люди в Голливуде, это популярные личности, мировые звезды. Ну, исходя из того факта, что наряды действительно экстравагантные, эксклюзивные, показаться на публике в них могут лишь звезды. И начнем мы с неудачного примера, на мой субъективный взгляд. Если говорить о платье, то выигрышнее оно смотрится, безусловно, на модели. Во-первых, рост модели. Тут платье удлиняет туэлик и рукава выглядят по размеру, тогда как на ким подол платье не то чтобы в пол, а еще и слегка тянется, создавая опасность при передвижении, так как длинное оно и по всему периметру. Рукава также явно слишком длинная и отделка из вышивки находится прямо на ладонях. Объемы. Если бы не накладные карманы с вышивкой, кардашьян не смотрелось бы еще полнее. Объемные плечи, объемные бедра с их визуальным увеличением и не сильно выделенная талия делают звезду слегка бочковатой и немного нелепой. Будто она в отеле вышла на балкон в бесформенном халате, тогда как на модели платье играет. У нее обхват бедер и плеч одинаковые, талия узкая и за счет этих нашивок на плечах и карманах додается визуальный объем, а само платье обволакивает тело. Этот пример я считаю удачным. Обратите внимание на подол, он в самый раз. Единственное, пусть образ полностью скопирован Джей Ло, складывается впечатление, что это все-таки разное платье. Никому не секрет, что подиумные модели обладают конкретными параметрами, одинаковыми обхватами груди, талии, бедер. У них у всех практически одинаковый рост, тогда как у звезд, как и у нас, простых людей, параметры абсолютно разные. Кто-то выше, кто-то шире, у кого-то бедра больше плеч, у кого-то короткие ноги. И безусловно, одно и то же платье одного и того же размера S, например, на мне и на моей подруге будут смотреться по-разному. Так и тут, у Дженнифер Лопес женственные формы, объем ее бедер забрал все свободное пространство платья, более пышная грудь и талия чуть больше, и платье из свободного превратилось в платье. По фигуре, вердикт об этом образе. Платье с подиума прекрасно смотрится и не на модели, но в данном случае слегка сменила название фасона. Тут у меня странные эмоции от подиумного варианта и образа с красной дорожки. С одной стороны, хочется отметить, что на Риане этот фасон и цвет платья выглядят гораздо выигрышнее, но все мы знаем, что она не сильно высокая и подол говорит нам об этом же. И если долго рассматривать певицу в платье, обращая внимание на подол, то на ум приходит визуальная ассоциация – Урсула. А вам похоже? Если так же показалось, то напишите в комментариях. Ну и в груди Риане платье явно маловато. Вот-вот и придется бегать по дорожке и собирать добро. А теперь подиумная модель. Вроде бы с подолом все хорошо, грудь при ходьбе не теряется, но модель настолько сгорбленная, что кажется, будто бы она плоская в 2D. И тут, конечно, хочется сразу вспомнить о Риане и о ее формах. Здесь, я уверена, каждому очевидно, где платье выглядит лучше. Лили Коул и ее округлости во всем – лице, глазах, плечах, груди – дополнила ее круглый образ, округлая прическа. И выглядит Лили как надутый шарик из Барби Мира, тогда как Белла имеет очень узкую талию относительно груди и бедер. Ее острые черты лица дополняют драпировка на платье, но пышная грудь смягчает силуэт. Конечно, тут я скажу, что платье выглядит гораздо выигрышнее и более стильно на Белле ходит. И даже не скажешь, что это платье с показа Готье осень-зима 2006-2007. И последний образ на сегодня – Дженнифер в Диор на красной дорожке. Я считаю образ актрисы на красной дорожке не сильно удачным, потому что свитер слабо ассоциируется с выходом в свет. Но даже если опустить важность мероприятия, все равно я считаю, что на модели этот образ смотрится лучше. На этот раз проблема не в росте, не объемах, а в цветотипе. На Дженнифер я уверенно могу сказать, что юбка имеет больше слоев, нежели на девушке с подиума. На подиуме юбка создает серую дымку, которая сочетается с серым свитером и под которой мы наблюдаем голубые шорты. На актрисе юбка явного голубого цвета, а шорты едва рассматриваемые. И ошибкой стилисты Лоуренс я считаю то, что актриса имеет очень светлую кожу и очень светлые волосы. В данном образе она сливается даже с задним фоном, напоминая скорее голубое привидение, нежели популярную личность. Модель же на подиуме с темными волосами и под юбкой виднеется черная обувь. Образ смотрится многослойным, сложным и загадочным. На этом у меня все. Хотелось бы узнать ваше мнение касательно подиумной одежды на звездах. И согласны ли вы в том, что порой лучше комбинировать вещи вместо того, чтобы просто копировать образ с показа? И свои ответы пишите в комментариях. Безумно была рада провести с вами время. Всем хорошего настроения и пока-пока!